Здравствуйте! На этом уроке мы рассмотрим несколько очень интересных примеров на вычисление пределов. Я случайно на них наткнулась, и мне хотелось бы их разобрать. Итак, рассмотрим с вами первый предел. Нам нужно найти предел при з, стремящемся к 2, выражение х… Ой, простите, здесь не может быть х, здесь з. Сейчас я исправлю. Значит, предел выражения з в квадрате плюс 2з минус 8. И все это делится на з в четвертой степени минус 16. И первое, что мы делаем, если хотим найти предел определенной функции, это подставляем, в данном случае, 2. То есть мы подставляем то, к чему стремиться. Значит, вместо з мы подставляем 2 и вычисляем значение функции в этой точке. Все это хорошо, но только в том случае, если не возникает никаких проблем с вычислением. Если это непрерывная функция, то значение предела этой функции при з, стремящемся к 2, будет равно значению функции в точке з равно 2. Но здесь посмотрите внимательно. У нас уже появляется проблема. Если в знаменателе мы вместо з подставим 2, то мы получим 2 в четвертой степени, то есть 16. А 16-16 – 0. То есть в знаменателе мы получим 0. Следовательно, найти значение функции нам не удастся. Значит, нам надо постараться решить этот пример как-то по-другому. И в 9 из 10 случаев решение такого рода примеров заключается в сокращении дроби. Обратите внимание, что и числитель, и знаменатель в нашем случае можно разделить на какой-то общий множитель. Итак, мы можем записать, что это равно пределу при з, стремящемся к 2. И давайте посмотрим, на какие множители можно разложить числитель. Какие два числа в сумме дают 2, а в произведении минус 8? Это числа 4 и минус 2. Значит, мы можем числитель записать как х… Ой, опять прошу прощения, вместо х нужно писать z. Сейчас я попробую все исправить. Лучше я сотру и напишу заново. Итак, числитель мы можем записать как z плюс 4 умножить на z минус 2. А что касается знаменателя, то здесь у нас формула сокращенного умножения. Да, разность квадратов. a в квадрате минус b в квадрате. Следовательно, если z в четвертой будет а в квадрате, тогда а – это будет просто z в квадрате. Значит, знаменатель будет z в квадрате минус 4 умножить на z в квадрате плюс 4. Как видите, выражение во второй скобке мы также можем разложить на множители по формуле сокращенного умножения. а в квадрате минус b в квадрате равно а минус b умножить на а плюс b. Таким образом, вместо этого выражения мы можем написать z минус 2 умножить на z плюс 2. Теперь посмотрите внимательно на наше выражение. У нас есть общий множитель в числителе и знаменателе z минус 2. Именно в этом множителе и была проблема. Если мы вместо z подставим в него 2, то получим 0. Видите? И поскольку мы полагаем, что z не равен 2, а только стремится к нему, то давайте разделим числитель и знаменатель на этот общий множитель. Что останется в результате? Итак, это будет равно пределу. При z, стремящемся к 2, выражение z плюс 4 разделить на z в квадрате плюс 4 умноженное на z плюс 2. Если мы подставим 2 вместо z, то получим 2 плюс 4 – это 6. 6 разделить на… считаем 2 в квадрате плюс 4. 4 плюс 4 – это 8. А 2 плюс 2 – это 4. Значит, 8u4 – это 32. Разделить на 32. А 6 в 32 – это 3 шестнадцатых. Вот и все. Я думаю, это очень интересный пример. А теперь давайте рассмотрим второй пример. Он еще интересней. Сейчас новое окошко. Итак, нам надо вычислить предел при х, стремящемся к бесконечности, выражение корень квадратный из х в квадрате плюс 4х плюс 1 и все это минус х. Смотрите, вот здесь в квадрате мы получим очень большое число. Затем мы извлекаем корень квадратный. Вот это слагаемое будет больше этого. И, возможно, все это выражение преобразуется в х, а х-х равно 0. Следовательно, возможно, что данный предел будет стремиться к 0. Это мои первые размышления относительно предела. Но если мы детальнее его рассмотрим, то окажется, что я была не права. И чтобы вычислить этот предел, нам нужно будет применить одну хитрость. И эта хитрость очень вам пригодится, если вам когда-либо попадется пример такого вида. корень квадратный вычет что-то. Она поможет вам избавиться от корня. Чтобы это сделать, нам надо умножить это выражение на сопряженное. Другими словами, если у нас а-b, то выражение сопряженное данному будет а-b. Вы спросите, зачем нам это делать? Зачем умножать на сопряженное выражение? Отвечу. Если мы а-b умножим на а-b, то получим а в квадрате минус b в квадрате. А значит, знак корня исчезнет. Давайте умножим это выражение на сопряженное. Мы не можем умножить просто на сопряженное выражение, мы должны умножить на сопряженное выражение, деленное само на себя. Чтобы не поменялось значение. Если мы так сделаем, мы умножим на единицу, и значение нашего выражения не изменится. Итак, давайте умножим наше выражение на корень квадратный из х в квадрате плюс 4х плюс 1 плюс х. Так как здесь у нас был минус, значит, сопряженное выражение будет с плюсом. Мы не можем просто умножить на это выражение, мы можем умножить только на единицу. Значит, все это еще надо разделить на корень квадратный из х в квадрате плюс 4х плюс 1 плюс х. Так, я это сотру, это нам уже не понадобится. Что получится в результате? Это будет равно пределу при х, стремящемся к бесконечности. Это у нас а-b, а это а-b. Чему тогда будет равно а в квадрате в нашем случае? А в квадрате равно х в квадрате плюс 4х плюс 1. Далее мы должны вычесть b в квадрате. А чему равно b в квадрате? Ну, поскольку b в нашем случае – это х, тогда здесь будет минус х в квадрате. И все это нам нужно разделить вот на это выражение в знаменателе. Корень квадратный из х в квадрате плюс 4х плюс 1 плюс х. И мы можем упростить это выражение. Если мы посмотрим на числитель, то х в квадрате и минус х в квадрате в сумме дают 0, а значит, мы их можем просто зачеркнуть. Теперь давайте посмотрим, что еще можно сделать. Так как надо найти предел при х, стремящемся к бесконечности, это касается любого примера с пределом при х, стремящемся к бесконечности, то мы можем разделить и числитель, и знаменатель на х в наибольшей степени. В нашем случае это будет х. У нас здесь х и здесь х. Конечно же, если мы разделим это все на х, то при х, стремящемся к бесконечности, 1 делить на х будет стремиться к 0. Итак, давайте разделим числитель и знаменатель на х. И запомните, все, что вы делаете с числителем, вы должны делать и со знаменателем, чтобы не изменить значение выражения. Итак, умножить на 1, деленную на х, и разделить на 1, деленную на х. Я просто делю числитель и знаменатель. Таким образом, это будет равно пределу при х, стремящемся к бесконечности. В числителе будет 4 плюс 1, делить на х, а в знаменателе… Давайте сейчас посмотрим. Что будет, если мы вот это все умножим на 1, деленную на х? Чему будет равно выражение 1, делить на х, умножить на корень квадратный из х в квадрате плюс 4х плюс 1? Если мы возьмем 1, делить на х и внесем под знак корня, то это будет равно 1, деленной на х в квадрате. А значит, данное выражение мы можем записать как корень квадратный из 1, делить на х в квадрате умножить на х в квадрате плюс 4х плюс 1. Точно так же, если мы возьмем 1, деленную на х в квадрате и вынесем из под знака корня, то мы получим 1, деленную на х. Я просто показала вам обратную операцию. Теперь мы можем разделить выражение под корнем на х в квадрате. И все, что у нас получится, будет под знаком корня, правильно? Значит, в знаменателе мы ставим знак корня квадратного и делим выражение под корнем на х в квадрате. Итак, х в квадрате разделить на х в квадрате равно 1. Я надеюсь, вы поняли, почему здесь я делю на х в квадрате. На самом деле, мы умножаем выражение в знаменателе на 1, делить на х. Но поскольку 1, делить на х, мы ее внесли под знак корня, то она уже становится 1, деленной на х в квадрате. Давайте я объясню по-другому. Допустим, 1, делить на х, умножить на корень из а. Это то же самое, что и корень квадратный из 1 в квадрате, делить на х в квадрате и умножить на а. Мы просто использовали свойства корня, да? Теперь понятно? Вернемся к примеру. Мы должны все это выражение под корнем поделить на х в квадрате. Итак, здесь будет 1 плюс 4 делить на х плюс 1 делить на х в квадрате. И, конечно же, вот этот х мы должны разделить на х, поскольку это слагаемое не под корнем. Значит, здесь будет просто 1. А теперь вы можете сказать, чему равен предел при х, стремящемся к бесконечности? Если х стремится к бесконечности, то 1 делить на х будет стремиться к 0. Все правильно. 1, деленная на бесконечность, равна 0. Аналогично, 4 делить на х и 1 делить на х в квадрате также будут стремиться к 0. Что тогда останется? А останется 4 разделить на корень из 1 плюс 1. Квадратный корень из 1 равен 1, а 1 плюс 1 равно 2. Значит, получим 4 вторых, то есть 2. Вот мы и справились со вторым примером. А теперь давайте рассмотрим последний, третий пример с элементами тригонометрии. Как видите, сложность такого рода примеров заключается в том, насколько хорошо вы знаете алгебру и тригонометрию. С помощью этих знаний мы так преобразуем выражения, чтобы легко можно было вычислить предел. Давайте решим нашу тригонометрическую задачу. Подождите секундочку, я все сотру и возьму другой цвет. Нам нужно найти предел при х, стремящемся к 0, выражение катангенс 2х разделить на… разделить на косеканс х. Чтобы вычислить этот предел, вам не так понадобится знание по мотоанализу, как знание тригонометрии, ее основных тождеств. Итак, косеканс х равен 1, деленной на синус х. Я это знаю, это помню. Не думайте, что я это взяла с потолка. Вы, возможно, скажете, что здесь должен быть косинус х, но нет, вы ошибаетесь, здесь точно будет 1, делить на синус х. А катангенс 2х равен 1, деленной на тангенс 2х. Тангенс – это отношение синуса к косинусу, а катангенс, наоборот, отношение косинуса к синусу. А значит, это равно косинус 2х разделить на синус 2х. Чему тогда будет равно это выражение? Это выражение мы можем записать как предел при х, стремящемся к 0. И мы только что сказали, что катангенс 2х – это косинус 2х делить на синус 2х. Значит, пишем косинус 2х делить на синус 2х. И все это мы еще должны разделить на косеканс х, а он равен 1, деленной на синус х. Если мы делим на 1, деленную на синус х, то это то же самое, что и умножаем на синус х. А значит, это равно пределу при х, стремящемся к 0, синус х умножить на косинус 2х и все это разделить на синус 2х. Как видите, у нас здесь есть еще одна проблема. При стремлении х к 0 выражение в знаменателе также стремится к 0. Следовательно, в знаменателе получится 0, а это недопустимо. Мы не можем определить значение предела. Вот поэтому мы все это и делаем. В первую очередь, вы должны выяснить, не будет ли 0 в знаменателе. Посмотрите, ведь мы еще не делали никаких преобразований или действий. Мы просто записали этот предел по-другому. Это и это выражение неравнозначны. Если мы сюда подставим 0 вместо х, то в знаменателе получится 0, и мы не сможем найти значение предела. Что нам теперь делать? Вот именно в этом месте нам придется хорошенько напрячь свою память и вспомнить, чему равен синус 2х. Это одна из формул двойного угла. Итак, синус 2х равен 2 умножить на синус х умножить на косинус х. Если вы это знаете, то найти предел уже не составит труда. Здесь вместо синус 2х мы можем записать 2 умножить на синус х умножить на косинус х. Если мы полагаем, что х не равен 0, а только стремится к 0, то мы можем и числитель, и знаменатель разделить на синус х. В результате у нас получится предел при х, стремящемся к 0, косинус 2х разделить на 2 косинус х. А чему равен косинус 0? Косинус 0 равен 1. Здесь у нас 2 умножить на 0 – это 0, а значит, предел равен 1 разделить на… а косинус 0 равен 1, следовательно, разделить на 2 и умножить на 1. Таким образом, предел будет равен 1 2. Вот мы и справились с тремя довольно интересными и коварными примерами. Если вы поняли, как их решать, то вам уже не стоит бояться заданий, которые может дать преподаватель по матанализу. Ну что ж, на этом все, и до скорой встречи на следующем уроке! Субтитры создавал DimaTorzok